Продолжение следует... Ну, 4 почти. Вы можете нам написать 8909-720-101-0, Телеграм, Вайбер, Базап, если вам есть что сказать по этой теме, носите ли вы маску, взгляд ли вас люди, которые не носят маску. Особенно в общественном транспорте. Да, в общественном транспорте, в магазинах, я не знаю, везде, во всех общественных местах. Старайтесь ли вы, я не знаю, обходить таких людей, обрабатывайте руки антисептиком, не кажутся ли вам все эти меры избыточными. Так, у нас уже кто-то есть, да? Да, с нами на связи Николай Пихтин. Николай, добрый день, общественник и блогер. Добрый день. Да, Николай, смотрите, вот фактически вчера, насколько я понимаю, губернатор заявил... Позавчера. Позавчера. Губернатор заявил о том, что очень недоволен тем, что кировчане не носят маски, сказал о том, что маски есть везде и многоразовые, на входе раздают, можно купить, я так понимаю, что не очень дорого, да? В чем проблема ее надеть, говорит губернатор? Необходимо соблюдать дистанцию в транспорте, в магазинах, на вокзалах, в аэропортах, это обязательно. При этом я прошу заметить, что в этот момент сам губернатор находился без маски. Носите ли вы маску? Это, кстати, да, бросается в глаза, когда губернатор на заседании правительства, все сидят в масках, а он без маски. По мне, да, как-то это странно. Он, ну, во всяком случае, пример должен показывать. Но у нас люди в основном начали рассуждать, надо маски, не надо маски, полезно, не полезно, я считаю, это принципиально неправильно. Сказали, что нужно в масках ходить, где нельзя обеспечить социальную дистанцию, значит, там надо ходить в масках. И магазины не соблюдают, поначалу вроде соблюдали, людям говорили, что только в масках вход, сейчас этого не соблюдаются, хотя сами кассиры сидят в масках, как правило. Я ношу маску, я когда в магазине или вообще в сентябре, я надеваю маску. А не кажется ли вам, что вот то, что магазины сейчас начали более лояльно относиться, это связано с тем, что они просто устали, во-первых, от агрессии, с которой они сталкиваются, когда просят кого-то надеть маску, во-вторых, ну, просто, когда каждому, ну, фактически каждому, к каждому нужно подойти и попросить надеть маску, учитывая поток в тех же самых продуктовых магазинах, ну, это просто выматывает. Нет, я не считаю, что выматывает, скорее всего, здесь получилась такая, ну, можно сказать, такая конкурентная ситуация, потому что вот рядом, у меня недалеко два магазина, один требует маску, другой не требует, покупатели уходят туда, где не требуют. Вот и все. Как интересно, по идее, они должны как раз идти туда, где требуют, потому что там более безопасно. Это эти сознательные граждане, это да, но на самом деле нет, вот при мне было человек, молодой человек, ему продавец сказал, наденьте маску, у нас, видите, вот есть объявление. Он, давай я пойду в соседний магазин, там без маски обслуживают. Ну, и ушел туда. Вот я реально вот свидетель такого. Я там несколько раз по продавцам, кассирам высказывал, говорю, вы почему не соблюдаете, повесили объявление, требуйте, смеются. Да, Николай, смотрите, бывает ведь ситуация, когда человек заходит в магазин, и у него с собой маски нет, и далеко не в каждом магазине эту маску можно тут же приобрести. Вот в этой ситуации люди себя как должны вести, как вам кажется? Ну, здесь, во-первых, человек сам должен думать, и, наверное, маски есть у людей. Во-вторых, я, честно говоря, не видел магазина, где они продают маски, они сейчас цены упали, у них дешевые цены. По-моему, в каждом магазине продается. Вот вчера заходила в хозяйственную, там тоже есть маски, пожалуйста. Ну, я вот соглашусь с Николаем, сейчас, по-моему, везде практически есть маски, то есть либо бесплатно, либо за адекватную цену. Ну, бесплатно я мало видел, но есть, тем не менее, бесплатно есть, да. Союз автобусы перестали требовать у пассажиров. Ну, вот, Николай, смотрите, а тогда вот в этой ситуации, когда большинство людей все равно, ну, по большому счету, наплевало на все эти ограничения, насколько есть смысл продолжать включать это вот в какие-то официальные документы, выпускать там постановления о продлении этого масочного режима? Ну, то есть это тогда вообще зачем? Имеет ли это смысл какой-то? Не, мне кажется, пока ситуация с вирусом такая напряженная, то это надо. Но нужен и контроль. Контроля-то нет. Почему все, ну, как бы, расслабились? Потому что нет контроля. Кто должен осуществлять этот контроль? Органы власти местные, Роспотребнадзор, еще там, кому по статусу положено контролировать, в конце концов, полиция. Ну, у нас это... И контроль, мне кажется, контроль должен быть чисто такой, ну, вот, увидели человека в магазине без маски, просто чисто побеседовать ему, сказать, убедить его, что нужно маску надевать, а не сразу там его штрафовать или еще что-то. Или выгонять. А вам когда-нибудь вообще попадались ситуации, когда кто-то там, я не знаю, даже из представителей полиции подходил к кому-то на улице, просил надеть маску, спрашивал, почему... Ну, это же не обязательно. Нет. Ну, вообще в магазине еще где-то. Нет, поначалу было такое, что нужно было и на улице в маске ходить, но я не слышал и не видел, чтобы кого-то попросили это сделать. Я просто помню вот то время, когда еще полиция как останавливала людей на улице, да, спрашивали там, куда идете, почему вы не сидите дома. Пока самоизоляция была. Я как-то шла на работу на очередной эфир, вот в пустая театральная площадь, и по ней ходил наряд, и мне было интересно, как это происходит, что они говорят, и я нарезала круги вокруг этого наряда, пытаясь... Без маски? Тогда, нет, без маски. Я просто там не хотела, чтобы они ко мне подошли, и вот я могла потом в эфире рассказать, как это все происходит, никто ко мне не подошел. Четыре раза я прошлась мимо них, вот так вот. Ну вот это неправильно, но по большому-то счету, в принципе, это ж забота-то о нас, каждому. Это не о власти, не о полиции, не о ком, не о магазинах, это о нас, каждому, забота. Ведь я могу зайти в магазин, я даже не знаю, допустим, что я зараженный, может, у меня бессимптомное что-то, иначе я кого-то другого могу заразить, или меня кто-то может заразить. Это ж магазин-то тут ни при чем, как бы все, это только наши личные отношения. Нужно думать, если в автобусе я еду, и человек заходит без маски и начинает чихать, то я вижу реакцию людей, люди сразу отсаживаются, как-то подальше, так и так далее. А была бы масочка, можно было просто надеть маску и чувствовать себя защищенным. И чихай себе на здоровье, да? Нет, ну я-то в маске езжу, я надеваю маску, но люди-то абсолютно большинство не надевают ее. Да, Николай, об ответственном отношении, кстати говоря, насколько я понимаю, вчера вы отменили ваши традиционные посиделки. Николай организует раз в неделю по средам в кафе вот здесь у нас по соседству встречу там блогеров, да, кировчан таких активных. Почему вы решили отменить? Мы прошлую среду провели, прошлую среду, но я, некая надежда была, что ситуация с вирусом в Кирове будет улучшаться, но, однако, видим, наоборот, она ухудшается. И поэтому чисто вот из-за безопасности людей, потому что, кроме того, кто в нашу компанию приходит, еще постороннее кто-то заходит там и так далее, хотя там делают, померяют температуру там и все прочее, но, сами понимаете, в маске в кафе это никто не будет сидеть. Поэтому я считаю, это правильно, что ничего страшного, мы потерпим, через день, через день соберемся. Соберемся попозже. Спасибо большое. Николай Пехин, общественник и блогер, был с нами на связи. Ну вот, мне бы тогда хотелось задать вопрос слушателям, тем, кто не носит маски, принципиально не надевает их в магазинах, чем вы руководствуетесь? Почему сложно надеть маску, когда вы заходите в помещение, где это требуется? 211-101-8909-720-101-0, Телеграм, Вазап, Вайбер, пишите, расскажите, чем обосновано ваше решение, почему из того магазина, где вроде бы должно быть безопасно, потому что везде требуют, у каждого требуют маски, и вы уходите туда, где маски не нужны. Ну, не все так делают, но вот те, кто делают, да, было бы интересно, конечно, услышать их версию. У меня вот пока версия только одна, потому что я сама с этим сталкивалась, бывало такое, да, что у меня маски, например, нет, потому что я в машине вожу ее. Но это не про сейчас, точно, то есть если, например, еще месяц-полтора назад был какой-то дефицит, и вот эта вот шутка про то, что чтобы купить маску... Она есть, просто ты ее не всегда носишь в сумке, если ты ездишь, например, на машине, то есть она у меня в машине лежит. Я посещаю очень большое количество магазинов, так уж приходится. В последнее время мне не попадалось мест, где не было бы возможности либо взять маску. То есть даже вот... Но в продуктовых магазинах на кассах я вижу, да, в хозяйственных магазинах на кассах. Последний раз я была где-то в мебельном магазине, то есть на входе стоит стол. Да, эти маски, они, ну, плохенькие, откровенно говоря, но на один раз вот пройтись по торговому залу вполне себе. Вопрос в том, предназначение свое, выполняют ли эти плохенькие маски, потому что если нет, тогда какой в них смысл? Ну, тут... Ну, кроме декоративной такой вот функции. Тканевые маски, которые многие носили, то есть тут тоже возникало много вопросов по этому поводу. Для меня здесь вопрос в другом. То есть вот тот вопрос, который я Николаю задавала с тем, что люди просто устали. Ну, на самом деле, я все же думаю, что так оно и есть, потому что это... Вот я видела людей, которые очень агрессивно реагируют на просьбу надеть маску. Даже если ты не веришь в коронавирус, я не знаю, ты там оголтелый ковид-диссидент, если ты считаешь, что эти маски не помогают, какая разница? Порговый центр обязали, чтобы покупатели были в масках. Пойди навстречу, это ведь несложно. Мы сейчас спросим, как бизнес относится к этим ограничениям. Оксана Лобастова с нами на связи, сооснователь цветочного салона «Четыре сезона». Оксана, добрый день. Добрый день. Да, Оксана, я, насколько понимаю, у вас, в вашей компании, в обязательном порядке. Вы обеспечиваете сотрудников масками, и вы даже дальше пошли. То есть вы предпринимаете шаги, чтобы они не заразились, когда добираются на работу или добираются домой с работы. Так ли это? Да, все правильно. У нас флористы носят маски, носят маски плотные. Кто-то сшил их сам, кто-то сшил друг другу. На работе они также надевают специальные перчатки одноразовые, обрабатывают руки, есть возможность всегда руки помыть. И с работы и до работы они добираются либо на такси, мы им оплачиваем такси, потому что, конечно, это вынужденные расходы, либо они добираются личным транспортом. Оксана, а как много, ну то есть есть ли у вас вот обязательные правила для посетителей, что они тоже должны быть в маске? Смотрите, ну вообще постановление правительства у нас, как бы такие правила вводило для обслуживания покупателей в торговом зале. Я бы не сказала, что у нас есть какие-то строгие правила, и без маски человека мы не пустим, но мы очень настоятельно и вежливо просим покупателей надевать маску, тем более, что у нас на входе в наш торговый зал есть такая оборудованная санитарная зона, где можно обработать руки антисептиком после улицы, можно взять бесплатно одноразовую маску, мы эти маски закупаем, тоже выкладываем для покупателей. И когда к нам заходит покупатель, у нас Ларис просит, если покупатель без маски, то продезинфицировать руки, надеть маску и уже идти дальше за покупками. Я думаю, что это несложно сделать, поэтому да, можно сказать, что у нас есть такое правило, что мы обслуживаем людей в масках только. Оксана, сами вы когда куда-то выбираетесь в магазин, надеваете ли маску за продуктами, я не знаю, еще куда-то? В аптеку, в общественном транспорте, если ездите? Надеваю. Слава богу, мне не приходится ездить в общественном транспорте, я могу передвигаться на личном транспорте, но когда я хожу в магазин или куда-то в общественное место, мне нужно выйти, я надеваю маску, она всегда со мной. Думаю тоже, что это несложно. И я думаю, прежде всего, наверное, о своих пожилых родственниках, потому что если там случится такое, допустим, и я заболею этим вирусом, для меня это может пройти все довольно безболезненно в силу молодого возраста, но для моих родственников это может... Я не хочу, чтобы лето для них стало последним. Поэтому, да, я надеваю маску, я думаю о других. Оксана, еще такой вопрос. Возвращаясь все-таки к тому, как работают ваши сотрудники, да, вы говорите, что есть возможность у посетителей и взять маску, и руки обработать. Все ли соглашаются, когда их просят это сделать? Не все. Бывают разные ситуации, даже абсурдные какие-то ситуации. Меня очень радует то, что наши постоянные покупатели с большим пониманием относятся к нашей просьбе надеть маску, обработать руки. Они могут даже в один день прийти к нам за покупками, воспользоваться нашей маской, а уже в следующий раз прийти со своей маской, что, конечно, радует. Но есть и ситуации, когда люди как-то немножко неадекватно, наверное, к этому подходят. Тут бывают случаи даже, что человек говорит, а почему у вас надо надевать маску, если нигде не надо, и он может даже уйти, развернуться. Но, наверное, это личное дело каждого человека. Опять же, повторюсь, мне кажется, что бесплатно взять маску одноразовую, это не так сложно. Поэтому, наверное, тут на стоясти человека каждого. Ну, то есть вы не разворачиваете таких людей, не идете им навстречу, не говорите, что... Ну, ладно, так и быть. Да, заходите без маски. Некоторые просто проходят сами, без маски. Тогда просто наш флорист, который сам при этом в маске, в перчатках, он все равно старается соблюдать дистанцию, соблюдать дистанцию больше. Тоже разные бывают случаи, если человек упорно протестует против маски. Знаете, бывают даже ситуации, когда человек говорит, ну ладно, я надену маску, но надевают ее таким образом, что у него нос и рот открыт, то есть он просто надел маску для галочки. Ну да, иногда обслуживаем и таких покупателей, но опять же, все-таки стараемся донести до них, что это бесполезно так носить маску, просим надеть она нормально, но мы же не будем сами заставлять человека или надевать за него маску правильно. Поэтому да, непросто иногда бывает, но приходится так работать. Оксана, спасибо большое. Оксана Лобастова была с нами на связи, сооснователь цветочного салона 4 сезона. Мне знаешь, еще кажется... Вот пример магазина, где можно маску взять бесплатно. Да, мне кажется, знаешь еще, в чем тут может быть сложность? В том, что ты же не можешь применить какие-то силовые мировоздействия. Ну естественно, воздействовать никак, как словом, ты не можешь. Ты даже элементарно не можешь просто выгнать человека из магазина, то есть если он отказывается уходить, например, ты ведь ничего не можешь поделать. То есть он будет продолжать ходить по торговому залу без маски. То есть наверняка, если ты каждый день с этим сталкиваешься на работе, это может нервировать. Немного статистики, пока мы ждем следующего спикера. Число летальных случаев от коронавируса в Кировской области возросло до 51. В инфекционном госпитале скончался 60-летний житель Легеранского района. Так. У нас... Обрыв на линии. Да, до этого несколько дней подряд это были достаточно пожилые люди. Тут вот 60 лет, ну совсем даже, я не знаю... Такой возраст еще не преклонный совсем, да? Да, в реанимации находится сейчас 27 человек. Состояние пациентов оценивается как тяжелое. Днем ранее, правда, было на 3 человека больше. Вот за сутки выписали 65 человек. Вылечились они в итоге от коронавируса. Правительство страны заявляет, что вот в целом обстановка в стране, конечно, улучшается с коронавирусом. Даже вот у нас с 15-го числа, насколько я знаю, отменяют двухнедельный карантин. Карантин отменили, да. Для приезжающих. Для приезжающих. Вот открывают небо. Вроде бы даже как Турция готова возобновить с нами авиасообщение. Да, и принимать, наконец-то, русских туристов, которые, конечно, в этом году оказались в ситуации очень сложной. Алексей Андреев с нами на связи, начальник отдела по делам молодежи администрации Кирова. Леша, добрый день. Добрый. Да, скажи, пожалуйста, когда ты выходишь в публичные какие-то там места, места общественные, магазины, аптеки, ну не знаю, куда, если ездишь на общественном транспорте, надеваешь ли ты маску, считаешь ли ты это для себя обязательным, полезным? Выходя на улицу, не надеваю. То есть на улице, на свежем воздухе, но особенно сейчас считаю, что мне кажется, это бессмысленно, тем более пообщавшись с теми представителями системы здравоохранения, которым я доверяю, ну, собственно говоря, надобности в этом нет. Все остальные места, то есть на работе мы, в принципе, в масках практически постоянно, когда общаемся особенно с другими сотрудниками, с других управлений или с людьми, которые просто приходят, то есть жителями Кирова. Вот, понятное дело, там в рамках своего отдела я могу периодически общаться без маски со специалистами, с которыми мы видим себя каждый день. Вот, дома то же самое, так же, как со своими чайными семьями. Магазины, магазины, стараюсь сейчас, вот это абсолютная правда, стараюсь посещать как можно реже, то есть стараюсь просто брать больше, с запасом там на 3-4 дня, и делаю это в основном вечером, поздно, когда вот уже перед самым закрытием. То есть у меня есть там магазин перед домом, который работает до 11 часов, вот я в 22-30 условно у него, говорят, захожу, набираю все, что мне нужно, выхожу. То есть в этот момент в магазине просто мало уже, да, покупателей? Ну, народу практически нет, да, то есть иногда бывает, что я вообще практически один хожу по пустым коридорам, то есть там, ну, 2-3 человека еще со мной вместе, такие же вот поздние клиенты заходят, набирают также еду. В аптеке абсолютно всегда в масках, потому что в последнее время мне часто приходилось в аптеки заходить, в аптеки всегда в маске. Вызывает ли у вас, я не знаю, какое-то, возможно, раздражение, злость люди, которые не носят маски? Вы приходите в магазин, а в маске вы и еще пара человек, остальные все без масок. Вы думаете в этот момент о том, что... Ай-яй-яй. Я достаточно лояльный, человек, я достаточно лояльный, добрый и к людям отношусь с пониманием всегда. Но если ко мне вплотную прижимается человек, вот бывает такое, иногда в очереди стоишь, да, в той же аптеке, несмотря на то, что везде ограничительные линии, вот эти размещены, нарисованы, там, нанесены, везде предупреждающие объявления висят, а той самой дистанции. Вот иногда, честно, не то, что раздражает, просто удивляет, как люди спокойно стоят, без маски, вдвоем, втроем и плюсом. Ну ладно, они там между собой уже договорились, у них, может быть, там никаких опасений относительно здоровья и состояния друг друга нет, но они при этом вот в мое пространство тоже попадают. Дышат в затылок. Стараюсь просто сам отойти и все чуть подальше. И как бы показываю своим видом, что, друзья, давайте все-таки будем эту дистанцию хотя бы сохранять. Если вы уже без маски, то давайте хотя бы дистанцию сохраним. Алексей, на ваш взгляд, вот этот вот масочный режим, то, что его снова продлили, необходимо ли это? До каких пор его стоит продлять? Ведь вы сами до каких пор будете появляться в общественных местах в маске? Пока совсем на ноль не сойдет? Или, не знаю, сколько там, 10 человек будут в день? Есть для вас внутренние какие-то показатели, после которых вы готовы снять маску? Я буду, наверное, достаточно откровенен, если скажу, что у меня нет четкого понимания, когда все-таки нужно прикрыть этот масочный режим и когда нужно прекратить вообще все ограничительные меры. То есть для этого есть штаб областной, для этого есть, собственно говоря, представители тех ведомств, которые вот эту как раз санитарную, педагогическую обстановку оценивают, анализируют и делают какие-то выводы. Моя задача как рядового гражданина, с одной стороны, это обезопасить себя и членов своей семьи, поэтому, естественно, пока есть необходимость, ну, по крайней мере, в общественных, в публичных местах эту маску надевать. Еще раз говорю, это не касается, в моем случае, там, открытого пространства, открытого там улицы. Вот в помещениях, где там есть определенный риск как раз-таки оказаться нос к носу, что называется, с другим человеком без маски, я буду маску все равно носить. И пока эти ограничения официально не будут сняты, я стараюсь это делать. Ребенок у меня старший, по крайней мере, если куда-то выходит вот дочь, то она тоже всегда у нее маска с собой. То есть супруга тоже самое. Более того, я в самом начале, еще когда только этот масочный режим объявлен был, я сделал так, чтобы было, ну, по крайней мере, может быть, как-то, если не очень приятно, но, по крайней мере, интересно носить эту же маску, то есть мы заказали маски вот эти вот, которые, знаете, популярными стали быстро, очень дизайнерские, когда там какие-то определенные надписи. То есть не просто медицинская маска, а такая... Аксессуар. ...мень менее креативная. Да, аксессуар, который и как маска выступает защитно, и как аксессуар. Да, Алексей... У меня такие есть в арсенале. Да, Алексей, спасибо большое. Единственный вопрос вот еще. Скажи, пожалуйста, сказал, что ты стараешься пореже выходить в магазин. Я правильно понимаю, что это касается и остальных каких-то мест? То есть сейчас ведь у нас вот потихонечку уже открываются торговые центры, да? Музей вроде бы даже принимает посетителей, да? Насколько... Значит, торговом... Да. Да, Аня, я понял. В торговом центре был один раз вынужденно, потому что ребенку нужно было, он просто летнюю одежду закупить. То есть вынужденно мы сходили, майку эту быстро купили и все, собственно говоря. В аптеке, как я уже сказал, в магазины достаточно часто заходим. Даже на магазин, как я уже сказал, опять же, вечером аптеки бывают и днем, что я тоже захожу за лекарствами. Вот. А все остальные в кафе вышли один раз за весь этот период с семьей. Причем я точно знал, что в этом кафе очень строгие меры предприняты. Я точно знал, что там и расстояние между столиками достаточно, и весь персонал, и санитарная обработка постоянно проводится. То есть при мне, я не знаю, раз, наверное, пять только протирали все окружающие поверхности антисептиком. Весь персонал в масках и так далее. То есть я вот был уверен в этом кафе, и, соответственно, мы сходили с семьей поужинали. Один раз причем это было. Я даже не знаю, мне хочется спросить, что это за кафе. Олегов, да, давайте сделаем рекламу хорошим людям. Кафе в центре города. На улице Молодой Гвардии. Хорошо. Алексей Андреев, начальник отдела по делам молодежи администрации города. Алексей, спасибо. Ну вот, знаешь, тоже вот в этом коронавирусе надо же пытаться находить плюсы во всех этих карантинах, ограничительных мерах. Вот для меня очевидный плюс — это, наконец, что большинство людей перестали наседать на тебя в очередях. Потому что меня, например, это раздражало и до карантина, когда вот ты стоишь в очереди. И прям чувствую, что у тебя вот здесь вот над плечом чьё-то лицо уже висит, отодвинься от меня. Зачем ты вообще вот так близко ко мне подходишь? Не вторгайся в моё личное пространство. Да, сейчас можно так вот строго посмотреть, показать на линию, типа, эй, человек, соблюдай социальную дистанцию. Ну и, в общем-то, ты делаешь это на абсолютно законных основаниях. Ничего такого. Реклама у нас сейчас. Через полторы минуты вернёмся, продолжим тему. Программа «Дневной разворот» продолжается. Дарья Топузлеева, Анна Лапшина по-прежнему в студии. Мы обсуждаем масочный режим в очередной раз, да. Кировчане не носят маски, губернатор доволен. Сам губернатор при этом тоже часто публично появляется без масок, что вызывает вопросы. Вопросы вызывает у многих наших людей, у наших экспертов, у наших слушателей. Звонили, потому что и спрашивали, а почему губернатор без масок? Ну и в комментариях под этой новостью тоже очень много писали. Игорь Владимирович, наденьте маску, пожалуйста. 211-101, звоните, рассказывайте, соблюдаете ли вы масочный режим. Если не соблюдаете, то почему. Также можете написать 8-909-720-101-0 через мессенджеры, Viber, WhatsApp, Telegram. Ну, ещё по статистике, должно сказать, да, вот 51-й погибший на территории Кировской области, за последние сутки 56 новых заразившихся. И вообще надо сказать, что там, ну, вот примерно 50-60 человек в день, это такая средняя цифра, она не снижается. И это те люди, которые с симптомами, это те люди, которые с симптомами, то есть бессимптомных людей, там, до зарегистрированных случаев ещё больше. Евгений Питунин с нами на связи, руководитель музея Вятского госуниверситета. Евгений Альбертович, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, носите ли вы маску в общественных местах? Когда принуждают, ношу. Что это значит? Ну, понимаете, вот, всё это уже давно превратилось в фарс, и носят маски люди либо очень мнительные, либо там, где не пустят без маски сейчас. Мне кажется, такая ситуация сложилась. А у вас вот это вот отношение, когда там, да, обязательно надеть, тогда надеваю, а когда нет, не надеваю, оно у вас с самого начала вот этой истории с коронавирусом? Понимаете, тут психология, вот, говорят, солдат на фронте, вот на фронт привозят, он вначале боится любого выстрела, любого взрыва, прячется. Проходит неделя, другая, месяц, и всё, сидит себе спокойно и не реагирует. А над головой пули свистят в это время. Да, вот, кругом тут, поначалу все испугались, все поголовно в масках, а сейчас вот, если идёт человек по улице в маске, то это только встречные могут хмыкнуть, что... Ну, хотя ходили, и ещё до пандемии. Понимаете, вот, театр абсурда, вот, например, взять торговый центр, ну, любой, Горбачёво-Орловское, да, вот там, вверху, вверху, к примеру, секонд, туда без маски не пустят. То есть там выдают, и это вот из рваных этих самых, спонбонда, кого-то там, из чего-то, там все в масках, спускаются на первый этаж, там народу ещё больше, та же пятёрочка, там эти же люди без масок спокойно ходят. Вот такая избирательность. Или в своё время там стояла машина полиции у Вечного огня, или там на набережной, они вещали, что там бла-бла-бла, будьте бдительны, и носите маски, не скрапливайтесь. Ну, и что там? Ветерок уносит, всё, люди гуляют на дистанции, всё, а потом те же люди, к примеру, в глобусе без масок толкутся, там никакой полиции, ничего нету, вот поэтому такое вот получается раздвоение, и люди сами делают выводы, когда носить или не носить, вот и смысл в этом, смысл себя предохранять, ведь я от себя предохранять других больше маски, ведь так это. Да, говорят, что так. Ну, вы вообще вот на эти просьбы, когда вас где-то просят надеть маску, как реагируете? Спокойно достаете, надеваете, или вот пытаетесь спросить, а что делать с собой? Ну, у меня в машине лежит замусоленная маска, а если бы предлагали спокойно одеть, и всё, предлагают спокойно купить за 30 рублей в том же Мерлене, и понимаете, вот, например... 18 теперь уже, по-моему. Мерлен там, там у вас померяют температуру, запустят, но посмотрите в магазине, вот маски вам впарили по 30 рублей, ну, или там в стройреме бесплатно, и все эти маски носят, во-первых, душно ходить там полчаса, все носят ниже носа, а большинство и ниже рта. Ну, бай, на подбородке. Маска на подбородке. Да, на подбородке она есть, там никто не докопается, но если там подойдёт какой-нибудь менеджер, то, конечно, можно одеть вот. Ну, а люди мнительные, они уже, конечно, там, или то чувствуют, что у них там какие-то проблемы с дыханием, со здоровьем, они вот пусть носят. Да, Евгений Альбертович, как часто вы сталкивались с ситуацией, сталкивались ли вообще, что вы куда-то приходите, вас просят надеть маску, а если вы отказываетесь, то вас туда не пускают? Ну, вот, бывали случаи в больших торговых центрах, где-то я даже зашёл машинально, а за мной девица бежала и говорила, маску, маску оденьте, ещё и перчатки иногда, ну, сейчас с перчатками уже вроде это прошло, так вот, и заставляли и перчатки даже, было дело. А пользуетесь ли каким-то антистом? Не часто, не часто, потому что основная точка, я немного хожу по большим магазинам, вот, в основном по продуктовым, а там, я полагаю, что ротация населения города Ирова, она в основном проходит через продовольственные магазины, и там никогда с самого начала пандемии там не заставляли носить маски, вот, по какой-то причине. Продавцы, да, они до сих пор сидят, бедолаги, в масках, и на кассах там, в перчатках, это да, потому что они вынуждены дышать вот там. Пользуетесь ли какими-то антисептиками, возможно, носите с собой что-то постоянно? У меня есть, конечно, антисептик, но и вот в университете у нас сейчас на каждом углу антисептики, то, что я больше предпочитаю мыть руки много раз на дню с мылом, чем антисептиком пользоваться. Тоже хороший способ. Спасибо большое. Евгений Питунин был с нами на связи, руководитель Музея Вятского государственного университета. Ну, всем здоровья, надеюсь, что минует вас. Вот, мы тоже всем желаем здоровья, чтобы как можно реже были сообщения. Но хотелось бы какого-то единого знаменателя, а вот нет их разночтений, что там можно, тут нельзя, и поэтому кроме ухмылки это ничего не вызывает. Спасибо. Евгений Питунин, еще раз напомню, был с нами на связи, руководитель Музея Вятского государственного университета. Ну вот, кстати, смотри, вот такая история, она, мне кажется, достаточно часто повторяется, да. Ну, у меня в машине лежит незамызганная, конечно, маска, но это не новая маска, вот мне эта медицинская маска, стерильная, которая в пакетике. Естественно, это маска, которую я уже где-то надевала. Та же самая самошибная маска, которую ты носишь в сумке, естественно, ты не носишь ее в стерильном пакете, да. И не стираешь каждый вечер. И не стираешь каждый вечер, и не гладишь утюгом. Я помню, мы же с тобой делали на старте всего этого масочного режима программу, и у нас была волшебная наша слушательница постоянная, которая сказала, что у нее одноразовая маска, которую она стирает и пользуется уже полтора месяца. Я ношу антисептик. Вот антисептиком, да, я руки обрабатываю, потому что у меня и до коронавируса всегда был пункт по этому поводу с коронавирусом. То есть я вышла из автобуса, достала из рюкзака, руки обработала, то есть и из магазина. Продолжим о масках и антисептиках. Наталья Бутырина с нами на связи, пресс-секретарь Кировского региона Горьковской железной дороги. Наталья, добрый день. Добрый день. Да, мы попросили Наталью выйти на связь, потому что сейчас вроде бы нормализуется уже жизнь. Вот запустили поезд «Вятка». По-прежнему, я так понимаю, что есть еще кировские прицепные вагоны к поезду Новоуренгойскому, и кировчане сейчас открыли южные курорты. Мне кажется, что ринулись просто все, да, вот все, кто насиделся с марта на карантине, все просто ринулись. И, конечно, очень большой вопрос, и опасения у многих, как добираться вообще в поезде, да, то есть ладно, ты в автобусе... Не сидеть же 2-3 дня в маске. 15 минут едешь, да, но в поезде, особенно если ты едешь куда-то далеко, ты все равно, да, вот как-то обезопасить себя. Что происходит сейчас у нас там, какие меры вы предпринимаете? Ну, если мы говорим о требованиях к пассажирам, то мы не заставляем в масках сидеть на протяжении всего подисследования, это на усмотрение самих пассажиров. Что касается мер, которые предпринимает железная дорога в плане профилактики, то, значит, каждые 4 часа в поездах в дальнем исследовании осуществляется дезинфекция. Да, если мы, конечно, говорим о том, что про наш фирменный поезд «Вятка», то тут получается у нас всего 2 раза, и ночью, конечно, пассажиров никто не будет, но места общего пользования, конечно, они все дезинфицируются. То есть ручки, перила, туалетные комнаты, титан, где наши пассажиры берут себе горячую воду. Что касается термометрии, то 2 раза в сутки также проводится измерение температуры у пассажиров. Ну, то есть вот если мы берем поезд «Вятка», естественно, наверное, измеряют температуру не в момент посадки, а чуть-чуть попозже. Нет, конечно, когда проверка билетов уже непосредственно в вагоне проходит, проводник заходит к каждому в купе, берет билеты, еще раз проверяет, и тогда осуществляет термометрию. Как люди вообще к этому относятся? Нет ли тех, кто говорит? С термометрием с пониманием. Все прекрасно понимают опасность всей ситуации. Конечно, лучше знать, что у тебя, у соседа по купе все в порядке. Если температура вдруг оказалась повышенной. Если температура выявляется в ходе следования поезда, на ближайшую станцию через машиниста состава сообщается о данном факте. Пассажир изолируется в отдельное купе. Если это плацкартный вагон, то для него выделяется в плацкартном вагоне вот это тоже как некое купе. Отсек вот этот. Этот отсек, да. Закрывается простенью, простень обрабатывается антисептиком, и этот вагон у нас тоже попадает под карантин. Люди из этого вагона не могут ни выйти, ни перейти в другие вагоны. Соответственно, если этот вагон расположен на пути к вагону-ресторану, соответственно, все пассажиры лишаются возможности пользоваться вагонным рестораном, если приходится через вагон с зараженным человеком. Понятно. То есть вагон-ресторан можно покинуть только вот на ближайшей станции, когда поезд остановится, и можно там, например, на улицу выйти и уйти в свой вагон. Только так получается. Через улицу, да. Вот только такой вариант. Потому что через вагон, где едет зараженный, всякое движение прекращается. С ума сойти. Слушайте, а были уже такие случаи или пока нет? Часто вообще это может происходит? Пока. Вот я вам не могу сказать, что в Вятке таких случаев не было, потому что мы совсем недавно еще поехали. Только еще статистики нет. Ну, надеемся, и не будет. Да, да, да. Но при всем при этом у нас у проводника можно всегда приобрести и маску, и перчатки, и антисептики. Наталья, смотрите, получается, что вам всегда нужно про запас вот это свободное купе держать или какой-то вот этот отсек в пласткарте? Нет, за счет свободных... Нет, там за счет перераспределения пассажиров по вагону осуществляется определение места. Вот, если места нет, тогда пассажир в... Ну, там обычно находится это место, либо он помещается в купе, которое там используется, может быть, для хоснужд проводниками там. Ну, в общем, какое-то место все равно находится. В купе, конечно, это проще сделать, а в плацкартном вагоне вот приходится завешивать простынкой. Ага, Наталья, я еще хотела спросить. Вы сказали, что вот вагон попадает в карантин, там, да, все контактные с этим температурящим пассажиром люди, они вот из вагона выйти не могут. А что происходит потом? То есть вот поезд прибывает на конечную станцию и дальше с этими людьми? Вписок попутчиков составляется и передаются все данные о контактных лицах в Роспотребнадзор. И к ним применяются меры карантинного характера по прибытию домой, то есть самоизоляция и наблюдение медицинскими работниками. Это вот хорошо, если домой едут, а если человек в Москву уехал по делам? Или еще куда подальше из Москвы? Тут вот, наверное, сложно уже сказать, как дальше действует Роспотребнадзор, но вы данные все передаете. Наша задача как перевозчика рассказать Роспотребнадзору, какие попутчики контактировали с зараженным человеком. А дальше меры уже предпринимаются Роспотребнадзором. Спасибо. Спасибо большое, Наталья. Это была Наталья Бутерина, пресс-секретарь Кировского региона Горьковской железной дороги. Вот можно в такой необычной действительно ситуации оказаться. Я еще подумала, знаешь, как ты представь себе, ты ушел в вагон-ресторан, а в этот момент оцепили вагон, следующий за ним, и ты остался в вагоне-ресторане на несколько часов, если, например, в течение трех часов, четырех, нет никакой станции, где можно по улице пройти. Если мы говорим про поезд Вятка, то там ситуация же следующая. То есть там Котельнич сначала, например, в Котельнич ушел вагон-ресторан, а дальше, по-моему, из больших-то станций только Нижний Новгород, который где-то уже ночью. Я не знаю, возможно ли... Ну хорошо, хоть в лесу этот вагон не оцепляют. Я просто сразу придумала кучу вариантов, как можно избавиться от пассажиров, которые были в контакте с зараженными. Но вы избавиться какое-то очень угрожающее в этом контексте. Изолировать, изолировать. Завершаем вам этот гимной разворот. Завершаем. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова